Когда человек решается на строительство собственного загородного дома, первый вопрос, который возникает у него в голове, из какого же материала строить стены этого самого дома? От этого выбора зависит множество факторов, и один из ключевых факторов это, естественно, цена. Приветствую вас на канале Дом своими силами, и в этом ролике мы научимся подробно рассчитывать стоимость стен вашего будущего дома. Погнали! В этом нам поможет наш тренировочный проект. С помощью него мы уже детально просчитали цену фундамента в прошлом ролике. Путем голосования в сообществе мы выбрали стены из опилка бетона, как самое бюджетное решение. Насколько опилка бетон выигрывает в цене у других материалах, это мы сегодня и будем выяснять. Как возводить такие стены я уже рассказывал в другом ролике, который вы, скорее всего, уже видели. Но если вдруг нет, обязательно посмотрите, там я разложил на пальцах все этапы возведения. Здесь же мы не будем подробно углубляться в этот процесс, а сделаем упор на расчет стоимости. В этом нам опять же поможет наша божественная динамическая табличка, с помощью которой можно узнать общую сумму, исходя из текущих цен на рынке. Итак, начинаем мы с гидроизоляции и для этого используем обычный рубероид. Полотно 15 метров в длину и метр шириной. Делаем полосы по полметра, считаем метраж и вносим в таблицу полученное значение в рулонах. В связи с подорожанием пиломатериала, многие стали рассматривать вариант бескаркасного возведения таких стен. Я, если честно, особо не вдавался в эту технологию, но даже поверхностно ее изучив, могу сказать, что наличие каркаса существенно облегчит процесс строительства. Помимо этого, каркас защитит все наружные грани ваших стен, а также послужит силовой опорой в местах дверных проемов и окон. Опять же, абсолютно непонятно, как надежно закрепить брус Малурлата без каркаса. В общем, на этом проекте придерживаемся классической схемы, немного доработанной под суровую реальность. Я сократил количество лесенок там, где это можно сделать без ущерба в надежности, при этом я оставил каркас на углах и примыканиях стен, а также на всех дверных и оконных проемах. Таким образом, мы сможем выставить правильную геометрию стен и сможем без труда закрепить опалубку к этому каркасу. На больших расстояниях, чтобы опалубку не распирало, можно использовать затяжку шпилькой через ПВХ трубу. Таким образом, мы объединяем каркасную и бескаркасную технологию возведения, экономим пиломатериал, ну и при этом у нас все надежно. Чтобы закрепить каркас к фундаменту, я также использовал бруски, потому что хоронить 200 доску в стене крайне экономичное решение в наше время. Также в целях экономии стены тамбура и котельной будут иметь толщину 20 сантиметров, а это значит лесенки мы будем крепить к доске шириной 10 сантиметров. Далее долго и упорно создаем каркас. При моих навыках в этой программе у меня это заняло около 7 часов. Но зато создавая этот каркас, я натыкался на немало конструктивных проблем и героически с ними боролся, не вставая с дивана. И если бы это все собиралось в режиме импровизации настройки, то все эти косяки пришлось бы переделывать уже руками. При этом неизбежно будет испорчен пиломатериал, поэтому сделать подробный план этого этапа необходимо. В конечном результате это сэкономит ваше время и деньги. Ну и плюс ко всему мы уже можем посчитать количество брусков на этой конструкции. Не забываем, что у нас остались доски от опалубки, которые мы используем для нашего каркаса. Собирая опалубку фундамента на плане, я целенаправленно старался оставить как можно больше целых досок, а также старался сделать двухметровые и метровые доски. И теперь, когда мы считаем бруски на каркасе, мы разбиваем их на три категории. То есть, чтобы сделать лесенку нам нужен трехметровый брусок, чтобы сделать кромку подоконника нужен брусок 2 метра, а чтобы сделать каркас маленького окна, хватит и метровых. В таблицу размещаем именно в количестве брусков, а не в кубах. Если обсчитать это все в кубах, то есть риск не учесть обрезки, и в итоге брусков нам не хватит. Помимо брусков на нашем каркасе есть и другие элементы, которые мы тоже посчитаем не в кубах, а в штуках. То есть, чтобы нам сделать оконную перемычку, нужен брус длиной 215 сантиметров. А это значит 85 сантиметров трехметрового бруса уйдет бесполезным обрезком. Можно, конечно, сократить перемычку до двух метров и использовать шестиметровый брус, распиленный на три части. В таком случае получится избежать обрезков, но шестиметровый брус стоит 22 косаря за куб, и экономия будет сомнительна. Поэтому лучше дешевле, но с обрезками. Уж поверьте, рано или поздно эти обрезки пойдут в дело на других этапах. Также не забываем о том, что тамбур имеет другую ширину стены, а это значит на перемычках используем брус с сечением 100 на 100. Помимо этого, продолжение стен здесь не предвидится, а это значит завершением стены будет такой же брус, который выполнит функцию маверлата нашей будущей маленькой кровли. На остальных же стенах мы будем поднимать еще полэтажа, поэтому на завершение стены используем доску 50 на 200, на которую и будем опирать наше межэтажное перекрытие в следующем ролике. Также не забываем про горизонтальное армирование нашего каркаса. Для этого покупаем на пилораме вязанку отходов от распила. Там как раз будет подходящий формат реек, которых с запасом хватит еще на два дома. На этом этапе каркас наших стен полностью спроектирован. Считаем все элементы и вносим в таблицу. Помимо каркаса нам будет необходима опалубка, выполним ее из листов USB 9 мм и усилим брусками 50 на 50. Высоту опалубки сделал 40 см. Продольно разрезаем лист на три части и обходимся без обрезков. Я не работал с такой конструкцией опалубки, поэтому усиление брусками возможно будет выглядеть по-другому. Считаем метраж брусков, а также общую площадь листов. Вносим все значения в таблицу и ставим запас на подрезку листов в 10%. Не знаю как так получилось, но когда я посчитал целые доски от опалубки нашего фундамента, распилил их калькулятором на бруски, у меня получилась один в один такая же сумма, которая требуется нам для возведения каркаса и конструкции опалубки стен. Таким образом все бруски мы нарежем с имеющихся досок, а докупить нужно только доску и бруск. Мы полностью подготовились к заливке опилкобетона, осталось высчитать стоимость куба этого материала, а также замерить общую кубатуру наших будущих стен. При расчете стоимости куба опилкобетона я буду опираться на собственный опыт строительства. Так мы с высокой точностью рассчитаем куб стены уже в утрамбованном состоянии. Пропорции моего раствора 1 часть цемента, 2,5 части песка и 6 частей сосновой щепы, вода с добавлением извести. Итак, за один день мы закладывали 2,3 куба стены. Для этого требовалось приготовить 29 замесов. То есть, чтобы получить куб готовой стены, нужно приготовить 12,6 замесов. Округлим до 13 замесов для ровного счета. У меня уходил мешок цемента на 3 замеса, то есть на куб нужно 4,3 мешка. В один замес уходило 2,5 ведра песка, а на куб получается 325 литров. Щепа у меня была бесплатная, платил только за погрузку и доставку. В итоге 5,5 кубов щепы обходилось в 1000 рублей. А на куб уходило 780 литров. Известь добавлялось в бочку с водой по 10 кг каждый десятый замес. То есть на куб нужно 1,3 мешка. Подставляем актуальные ценники в таблицу и таблица рассчитывает стоимость каждой позиции, а также получаем стоимость одного куба опилка бетона. Далее рассчитываем общую кубатуру стен. Для этого измеряем площадь поверху стен, умножаем на высоту и получаем кубатуру без учета дверных и оконных проемов. Рассчитываем каждый проем и отнимаем полученную сумму изначального результата. Таким образом мы получаем приблизительный объем наших стен с запасом в большую сторону. Если нужно прям точное значение, то считаем кубатуру всех элементов каркаса и отнимаем от этой суммы. Но даже с запасом пару кубов мы получаем сказочную цену наших стен. А если еще и растянуть эту цену на время строительства, то эти стены будут казаться вообще бесплатными. Не надо забывать, что это нифига не легкий процесс. Если составление каркаса на проекте занимает много времени, настройки, построить каркас, это примерно 10% от всех трудозатрат. Поэтому, решившись возводить такие стены, запасайтесь терпением, здоровьем и силами. Если же вам нужна скорость и простота возведения, то лучше смотреть в сторону газобетона. Этот вариант больше подходит для ленивого и с деньгами. Для сравнения я скоренько и очень поверхностно посчитаю наши стены в исполнении из газированного бетона. Кубатура стен неизменна. По технологии, конечно, выкладывается цокольный ряд из кирпича, но мы посчитаем без него. Также армируется каждый четвертый ряд стен. Для этого используем композитную арматуру сечением 8 мм в два ряда. Не забываем добавить армопояс и перемычки из бетона. Считаем кубатуру бетона и каркас металлической арматуры. Ну и помимо этого добавляем клей 25 кг на куб кладки. Плата за доставку и разгрузку зависит от магазина и места, где вы строитесь. Ну и собираем все в кучу и получаем итоговый ценник за такие стены. Дешево и геморройно или дорого и быстро, это уже решать вам. Я лишь показал вам, как получить более-менее точные цифры для дальнейших размышлений. В следующем ролике немного отдохнем, займемся проектированием, расчетом балок перекрытия. Ну и достроим стены из-за пилка бетона до середины второго этажа. Подпишись, чтобы не пропустить и до новых встреч!